эй ю привет дружок не пирожок специально для тебя мой дорогой зритель или зрительница я расскажу как повысить двух фпс до 60 если конечно у тебя два фпс вот у меня два для начала у вас должен быть установлен на компьютер официальный эмулятор game loop и так бро или сестры если у тебя его вдруг нету то срочно качай ссылка в описании и да это не реклама окей он у вас качан допустим заходим мои игры и нажимаем играть и так как перейти для начала с оконного режима в полноэкранный режим волшебный клуб f11 а так вот но это так на будущее когда вы начнете играть сейчас нам в принципе он не нужен и так дружок не пирожок нам нужно для начала выйти нажимаем вот сюда выйти из игры полки здесь нам необходимо нажать f9 и тогда мы перейдем в другое меня вот в такое у меня gfx tool установлен а у вас еще все впереди вам нужно перейти в браузер вот сюда вот так вот видали как библиотеки и здесь нужно будет вести gfx tool 3 бокс вот это вот название вот точно так же забиваете в адресную строку и а по соответственно первой странице выдает 3 бокс . заходим качаем последнюю версию нужно чуть-чуть пролистать вниз окей вот он качаем файл проверим это радует скачем здесь будет шторг и можно так сделать и увидеть что у нас идет загрузка окей скачали открываем инсталируем ждем загрузку и ю дружок и пирожок не переключайся рекламы не будет пока что поэтому наслаждайся просмотром офигенные картинки в инсталит лупин здесь все понятно здесь разрешение выбираем разрешение у меня 1920 на 1080 full hd график гладко еще глаза вообще прям гладко прям глаза некуда прям вообще сглажено все до максимума и прям супер гладко тип там это кривой перевод от мистера дальше fps максимальный лимит кадров секунду соответственно ставим 60 сглаживание руки пусть будет 4x стиль ну я предпочитаю реалистичный рендеринг вылете качество рендеринга тени шейдеры и так далее поставим на хоть тени включение или отключения но допустим минимум дистанция тени тоже минимум движущиеся тени игроков автомобилей качество текстур предметы автомобили и так далее деревья наверно качество эффектов огонь блески автомобилей все это вот эта настройка вот эта настройка улучшает выше указанную настройки об джек лоб distance это дистанция до объектов здание ящики и так далее я оставляю на хайд собственно уже стоит это уже у нас дистанция до травы деревьев и прочего чего прочего не знаю напиши в комментариях чего прочего очень интересный будет послушайте мой дорогой зритель или зрительница тоже ставим хайд color формат с этим я думаю все и так понятно на 3264 detail мод режим детализации улучшает детализацию каких-то мельчайших деталей например там типа листовка лежит там или банка из напитка какого-то то есть вот этот вот эта функция делает это лучше более детализированной мне недоступны не знаю почему напиши опять же в комментариях почему не доступно только серьезно напиши там не реально не подкалывая что мне то видюха беспонтовый или еще чем а да кстати detail мод он понижает вашу производительность но лучше от качества каких-то мельчайших деталей а как говорится совершенство кроется деталях но соответственно придется пожертвовать ваш производительность если она доступна будет не как у меня далее световой эффект если я отключу производительность моя вырастет в разы оставлю отключены графика вот это по моему приблуду уменьшает нагрузку на графический процессор не вообще я отключи на всякий случай гиппу оптимизация под гиппу оптимизация я как раз включу возможно я неправильно подозреваю но я подозреваю что он оптимизирует настройки то есть и будет какой-то баланс качество звук пофиксили проблему с низким звуком конечно же ставлю ультра звук очень важен нужно слышать шаги нужно знать где враг идет сэйв контрол сохраните ваши настройки чувствительности прочих и дней допустим а если кто-то вдруг не в курсе дефолт это по умолчанию значит и не был это включить есть донат он по желанию это разработчикам вообще она бесплатно но соответственно можно сделать до оценку далее итак ребят чтобы это все сохранилось вот здесь вверху галочка я нужно поставить вылезет рекламка которую вы просматриваете несколько секунд и нажимаем escape и сохраняем настройки круги и игра запускается автоматически но это нам не нужно нам нужно и закрыть полностью закрыть и выйти и вот отсюда выйти на всякий случай и только после этого мы запускаем есть еще один основной момент очень важно которую нужно обязательно сделать вот здесь вот есть три полоски нажимаем настройки открывается меню движок и здесь вы выбираете исходя из ваших параметров зависит от того какой у вас процессор точнее сколько у вас процессоров сколько у вас памяти если ноутбук ставите приоритет дискретной карты если нет убираете и для более стабильного fps я ставлю directx пробовал все ставят остальное соответственно они в данном в моем случае работает хуже вот вы можете про экспериментировать и поиграться с этим далее игра опять же исходя из ваших параметров монитора и системы качестве изображения я ставлю баланс основные в основных все стандартно в общем братишка или стрелка если понравилось видео ли оно было полезным поставь лайк поддержи канал и конечно же подписывайся я буду очень рад и следующий мой выпуск будет посвящен годной игрухе по версии мистер анли всем пока